Графия, если груши из ваших себя не прививать, все они будут кислить. Это зависит от того, какие груши. Человек пишет, не умею прививать. Так вот, значит, как получилось? Есть две крайности. Груша, которая была дикой, она дикой останется. Или будет еще полукультурная, но как мы можем угадать, надо 5-10 ждать первого плодошения, чтобы убедиться, что вдруг повезло, вдруг у него культурный папа. Долго ждать, да? Давайте тогда берем сразу культурную грушу. Крупная, вкусная груша берет семечко. Вероятное, что получится достаточно вкусная, большая. Мороцойкость ее будет ниже, чем у дикаря. Выживет, не выживет, это уже другой вопрос. И чем она будет? Потенциально слащит, мы еще не знаем, вот семечко. Если она выросит сладко, у него мороцойкость будет ниже. Если пойдет дикаря, мороцойкость будет ниже. Мороцойкость будет выше, а вкус будет ниже. Вот это, понимаете, разница. Что надо делать? Отказаться? Нет. Садить побольше. Вот и все. И ждать. Пусть растут ниже не менее полметра, метр. Ждите, ждите до плодошения. Пилу, чтобы лишнее выпилить, которое окажется несидумным. Вы всегда успеете. Вот это один из моих советов. Не надо руки опускать, убрать количество. Татьяна Зыкова. Доброго вечера. Николай, всем здоровья. Вам тоже. И наградам здоровья. Спасибо, Алексей. Выручил. Я слышу на этой машине. Вот, кстати, вот она, видите, прямо на глазах. Вот так получилось, что именно на этой панное замерла вот эта картинка. Вот сейчас. Вот видите, где мой курсор. Вот, вот, вот. Вот это и есть. Это ваша работа. Вы, я железом не заметил. Но я особо не обращал внимания. Я ехал еле живой с деревни. Вот. Как обычно. Усталый. А вы заметили. Вот. Большое спасибо. Вы помогли разоблачить вот эти вот южные. Ну кому это надо? 22 участника. Ну кому это надо? Как мой наточить? Ведь рассказал все. Я же этому самому. Я же звонил на местное телевидение. Не буду называть его имени и фамилии. Я говорю, давайте снимем фильм. Ну, понимаете, это очень важно. Если сможем, я вам позвоню. Прошел месяц. А ведь сколько надо было рассказать? Надо рассказать, чтобы не трогали. Соседи мы выгребли всю траву. Я говорю, не гребите. Вы что собрались делать? Сжигайте. Вы будет 50 тысяч рублей. У вас есть? Вы же весь поселок сожгете. Ее слова соседки. Сжигать буду. Я говорю, нельзя. А что мне с ним делать? Уголосики пусть все. Эта куча. Эта самая. Прошлогодняя листовая. Пусть она перегревает. Если уже вам чистый сад нужен. Зачем вам чистый сад? Когда мы людям внушим, что листья упавшие, это не мусор. Это часть дерева. И вернуться должна в дерево. А сейчас нет без следа. Дайте ему год только прожить. Полежать этим листьям. Не будет их вообще ни одного. Ну, хоть черт все это делается. Ведь даже по ней зайдет свежая трава, и эти листья не будут виды. Никакой это не мусор. И так хотел телевидение местному Саногорскому рассказать. Нет, он больше не позвонил. И так каждый год, уже три года он говорит, я вам позвоню, если надумаю. Были времена, когда меня уговаривали. А сейчас столько мог рассказать. Ну, сейчас кундачем вот этот же товарищ, который вы видели. Ну, это, в этом же. В этом, в этом. Вот, который мне вручал этот самый аппарат, чтобы делать, как, опрессивание делать, да. Я, например, 25 мая могу, раньше не могу. Вот. Обзавелись новым оборудованием. Новым оборудованием. Теперь, говорит, нас уже, это федеральные каналы будут принимать наши. Что я буду рассказывать 25-го? Время привек прошло, я не смогу научить привать. Смысла нет. В конце мая рассказывать про привек. И вообще много-много. Ну, наберу какие-то сюжеты. Ну, это так это надо было делать месяцем раньше. Сколько пользы бы я мог принести, чтобы, опреки вот этим всем идиотским советам, чтобы переломить ситуацию. Там-то просмотров будут миллионы. Это здесь у нас 20. А за месяц наберется 300-400. Вот. И ничего не изменится. Читаем дальше. Так. Ну, вот. Спасибо, гражданин Виноградов, за то, что вы нашли мою фотографию. На этом панно вороны. Федосеева, здравие. Михаил Швинин, привет. Так. И Данила. Звук был. Ну, слава Богу, что звук был. Так, ребята, получилось следующее. Мы с вами полчаса не доработали, но, опять же, не забывайте, что праздничный день. Нас не зря так мало. Вот. Это я такой древний думал, что больше, кроме садоводства, людей ничего не интересует. Вот. И многие сейчас находятся за пределами. У нас интернет еще не везде. На самом деле, ни черта интернета не владею. Уже в моем хуторе несколько километров города интернета практически нет. Я к чему это говорю? Сейчас многие на дачах, на дачах май. За пределами интернета. Сейчас знаешь, что я делаю? Вот, смотрите. Я сейчас возьму на телефоне. Еще раз говорю. Я не могу тут дверяна показать. Там много телефонов. Наверок телефонов. Я не право показывать их всем. Я сейчас посмотрю, что тут было последнее. Вот. Открыть, пожалуйста, что за лечинки? Ой. Ой. Так. И тут уже идут медведка, майский рук. Я не смогу здесь, потому что видите, что такое на телефоне. Я не вижу, его не видеть. Надо. А, нет. Попробуй все-таки открыть. О, это бы старый приятель. Майский рук. У нас их так мало. Я за 40 лет, за 39,5 лет, я, перекопав я тонны, я застануал. Я только одного десинку нашел и два раза находил в руководстве. Дерево и оба разума по монографирую, как старых друзей по западной Украине. Едешь на велосипеде, в лоб, пах, чуть-чуть велосипеда не падаешь. Они такие какие-то снаряды, они летят и в лоб бьют. Это было. Ребята, это десинка моя скорая рука. Вот. Так, идем дальше. Так. Поздравление, это понятно. Антон. Расруху оплатил 1200 рублей. Настроил шип базу. Отправку. Сделали. Десчитать, кликаем. Будем наблюдать. Ну, у нас не первый случай, когда неполная рассылка, почему-то больше людей, чем когда полная. Я не могу это ничего повесить. Но пока деньги, я считаю, потратили, наверное, не зря. Сатурн. Вот. Ну, еще. Ураган точно почти закончил. Значит, добрый вечер. Нож вперед с точилкой я получил. Я ничего не выдумываю. Спасибо. Сегодня пришла рассылка на выбиран. Отлично. А дальше я ему задал вопрос. Как нож? Нож сел в руку, как влитой. Проблем не может быть. Привык, я делал персишку к апреля. ДТ пробовал на свет. Хорошо получилось. Врачу подбой. В сходе нужно. На будущий сезон понадобится прямой. Абрикосы, груши, всех пластей. Возможно, я буду. Вот наш человек. Так. Ну, все. Друзья, будем заканчивать. Значит, на том, что надо последнее, это продолжать, выписывать серена. Чемчик-корский я сказал. Серенки еще есть, которые спят. Еще недельку можно. У нас настолько короткое лето в России, что можно успеть выписать за недельку и череню привить мои черенки. И молить Бога, чтобы лета волоса сидели, чтобы они вызвали. Какие способствуют этому, вы знаете. Накрываю бутылками, накрываю полиэтиленными леточками. А для ищезон, по принципу, там, под мешочками и под бутылками день идет за два. Так что не поздно. И прививать, хотя я знаю, что для этого захвата я не получу. Это чистая формальность. Я обязан только кухарик, хотя кухарик. Семена Бога крова выписать. Решилеты за полцены, практически за полцены. Он почти все сказал. Ну, книги. Вот, целых, 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 и книги. Кого не нужны. Вот, 4 миллиона просмотров, как уничтожили деревья, это, это можно. Ведь, типа, я вот это никогда не мог понять, сколько лет прошло. Вот, брат мой помогает, участвует. Вот, и это Павел Троценко, и Сапронов, Антон, и еще десяток людей. Я не могу понять, как человек набирает 4 миллиона просмотров, причем, по мастер-жене, деревья. Представьте, он взрослый дерево, и он учит, что на нем нужно отрезать 30-50 леток. И человек должен залезть с секатором, и отрезать 30-50 леток. И это на полном серьезе. И завесить дерево, вот так вот. Бессмысленно, глубоко, и бессмысленно. У него свой смысл уничтожить. И 4 миллиона просмотров. Я не шучу. Это пока максимум, что я видел. Представьте, лидер посрамлен. Ну, а с половиной миллиона просмотров мы поехали. Но я дергалась с интернета. Схема сама. Вот такая раньше. Вот такая вот. И говорит, что она зарастет. А я сейчас свое заказываю. Сделали рану нахожусь. Растет дерево, рано увеличивается. У меня что слепой. Есть рану, сделано на дерево, и пути дерева. Это расти и рано на размерах. И у него не заоцепляется. Страшно. По абаканскому телевидению показали мужика, видимо абаканца, который местному телевидению с умным видом резал дерево и сказал, ни в коем случае не замазывайте сатом ран подойдет на кольцо. Не замазывайте сатом раном. Если замазьте, они не будут зарастать. А вот голые раны зарастут. Не понимаю. Вот понимаете, как будто параллельный мир. Может быть, другой планеты как-то передачи к нам каким-то, как называется, таким. Так что там зарастает рана. Да нет, абакан написано. Как, как вот это объяснение, что раны не замазать, хотя бы испаряться влагой не будет. Хотя от мороза не спасет. Как вот он сказал, черный, он сказал на все хакаси и юхо, на сколько. Рану замазывать не надо, тогда она зарастет. Что, друзья, так же говорите могу. Вот. Начинаем праздновать. Кто сегодня, кто завтра. Ну, а я завтра в утро еду в деревню. Вот. Дождение ждем. Буду бегать с лейкой. Много посадил, много выпил. Почему-то партии хватил, когда я выпил. Лучшие деревья мои детей. Вот. Рядом, за забором, зарастает, 10-20 соток. Уже березы, уже это, больше дома березы. Когда будет, как говорится, не может забрабатывать землю. Заберем все. Тогда или будет обрабатывать, или правда заберем. Отойдем, вот меня будут сейчас увеличить, надо 20 соток. Сколько новых сортов я бы это? Вы поверите, что я выпиливал, это не просто сорта, а новая сорта. Ради еще других новых. Я же вам показывал. Когда это равнодушие кончится? Что за страна такая? Кругом лес зарастает лесом. Пахотные поля зарастает лесом. То, что есть, давайте спасать. Посреди деревни уже 100 срастут. Посреди деревни береза растут. Мы здичаем. Все, друзья, до свидания. Спокойной ночи. Используем вам праздник. Извините. Если бы я молчать был, у меня эльфар хватит. Вы меня спасаете. Слушаем вот это все.